Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Киеве. У нас, иначе говоря, представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 25 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались процессы. В планах модернизации стояла и покупка машины для упаковки ПВХ-блистеров с таблетками в упаковку типа Flowpack. Упаковка типа Flowpack обеспечивает привлекательный вид и надежную защиту продукта от любых внешних воздействий, а также экономичность и удобство. Главное преимущество упаковки Flowpack – ее низкая стоимость и высокая производительность. Кроме того, упакованный в пленку товар весит почти столько же, сколько и без упаковки, а также занимает не намного больший объем. Выбор машины зависит от используемых материалов и желаемой производительности. Блистеры с таблетками раскладываются в упаковку типа Flowpack серебристого цвета, согласно технологическому процессу упаковки в упаковку типа Flowpack. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести машину для упаковки блистеров с таблетками в упаковку типа Flowpack. В качестве основным критериев я указал автоматическое управление производительностью 6000 упаковок в смену. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для упаковки, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входят в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из Калининграда. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя машины для упаковки блистеров в упаковку типа Flowpack, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудовании, желаемых сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для упаковки блистеров с таблетками в картонную коробку и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника из Москвы, оказался для меня удачным. Менеджер мужчины говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, предмете для упаковки, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил оборудование для упаковки блистеров в упаковку типа Flow Pack, производительностью от 40 до 200 упаковок в минуту. Машина отвечала всем моим требованиям, я смог быстро согласовать ее с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист компании предложил протестировать машину и попросил выслать заготовки нашей упаковки и блистеры с таблетками. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата и выслал видео, где мы смогли увидеть наше оборудование. Технологический процесс изготовления упаковки Flow Pack осуществляется следующим образом. Сматываемая с рулона пленка формируется в рукав с продольным сварным швом. В начале и в конце упаковки машина формирует сварной шов. Через месяц после заключения договора мы получили машину для упаковки блистеров с таблетками в упаковку Flow Pack. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Автоматическое оборудование для упаковки блистеров в упаковку типа Flow Pack мы остались довольны, хотя честно сказать я скептически относился к этой машине. Мне казалось она слишком сложная в управлении. Однако практика показала, что это тот автомат, который, в принципе, нам нужен был. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы, в общем, если бы сделал выбор самостоятельно.